Музыка Вы помните свою первую учительницу? Да, конечно, я помню свою первую учительницу. Это, наверное, для меня самый близкий и родной человек, не просто потому, что это моя первая учительница, это еще моя мама. Она привела меня в первый класс, посадила за первую парту и именно провела меня в четыре года первые ступени нашей школы. Поэтому, конечно, я на всю жизнь ее запомню и буду ей безумно благодарна всю жизнь. Первые два класса я учился в начальной школе, значит, это была Куйбышская школа номер 83. Да, я помню свою первую учительницу, звали Елизавета Михайловна. Я помню, как сейчас была пожилая женщина, очень довольно-таки строго к нам относящаяся в планах, в планах именно отношения к занятиям, к урокам, к всему остальному. В принципе, я ей очень обязан тем и вспоминаю, потому что ее, как бы скажем, такая невеликая строгость, но позволила нам, мне в частности, приобрести хорошее образование по тем временам. Это было конец 70-х годов. Я считаю, что то образование, которое она нам дала, первые вот эти два класса, что мы у нее проучились, нам вполне для дальнейшей жизни как-то пригодились. Первые классы, первая учительница – это такое впечатление, которое очень долго остается в жизни человека. Я сама пошла в школу в военном городке. Первый класс у нас школа не была достроена, она была в казарме. Учительницу звали Нина Минеевна. Она была очень добродушная, такая очень красивая, что немаловажно было для девочек. Мы все льнули к ней, но потом уже выехала из военного городка, и как сложилась судьба, не знаю. Но она очень была добра ко всем деткам. Сколько бы ни прошло лет, но каждая из нас помнит свою первую учительницу. Ведь мы все родом из детства, и каждый раз 1 сентября возвращаемся в свои школьные годы чудесные. И сегодня в нашем открытом уроке мы решили познакомить вас с людьми удивительной профессии – учитель начальных классов. Именно с них начинается наше долгое путешествие в страну знаний. От них зависит, станет ли школа родным домом для маленьких девочек и мальчиков, которые войдут 1 сентября в класс вместе со своей первой учительницей. Волнуются родители, волнуются дети, волнуются и учителя. Тем более те, кто первый раз начнет свой первый урок. С нетерпением просто очень хочу быстрее увидеть свой класс. Детей я очень люблю, поэтому и захотела связать с этим свою профессию. Дети – это самое прекрасное, я считаю. У них такой возраст очень интересный. Они приходят с горящими глазами, им все интересно, все новое. Хочется их научить, хочется их воспитывать, заложить в них какие-то человеческие качества. То, как я буду с ними работать, то, как буду их воспитывать, зависит уже их дальнейшая жизнь, какими они будут, какими они станут. С Екатериной Игоревной Гордеевой мы познакомились в 46-й Самарской школе накануне 1 сентября. Ребята догуливали последние дни летних каникул, а школа уже готовилась к началу нового учебного года. Готовилась к нему и Екатерина Игоревна. Как оказалось, еще в раннем возрасте маленькая Катя решила, что будет учить детей. Нашла старую анкету, заполняла у сестры. Там было написано «учителем». Я даже не знала об этом. То есть в детстве, да, у меня была доска своя, я учила. И старшую свою сестру тоже пыталась учить ей игрушки, сажала там, пыталась что-то им рассказать, хотя сама ничего еще толком не знала, ничего не умела ни писать, ни читать. Но что-то пыталась. Но как-то никогда серьезно не воспринимала. На самом деле мало кто из девчонок не мечтал быть учительницей, потом врачом, потом, словом, в 6 лет Катя решила, что будет продавцом. Годы шли. И увлечений у нее становилось все больше. Занялась спортом, выбрала тэквондо, получила красный пояс, могла бы стать тренером, что ей предлагали, или юристом, как хотели родители. Но в 9 классе Екатерина твердо решила пойти учиться в индустриально-педагогический колледж. В колледже очень понравилось. Просто колледж изменил мою жизнь, можно так сказать. Там формируется личность. Это другой круг общения, другие преподаватели. Учиться было интересно. Тем более, что на втором курсе к общеобразовательным предметам прибавились профильные. Педагогика, психология, методика преподавания русского языка, математики. Свою преддипломную практику Катя проходила в школе, в которой и будет работать. А сюда, когда пришла на практику, поддержали очень хорошо, помогали. То есть мне очень было приятно, вот эта поддержка, потому что ничего совершенно не знаешь, половину не понимаешь. Из того, что тебе говорят, там, как заполнять даже элементарно какие-то бумаги. Тут все, всегда готова помочь, поддержать. То есть это очень здорово. В день нашей встречи Екатерина Игоревна готовилась к первому родительскому собранию. И очень волновалась, как ее примут мама и папа. Ведь она только начинает свой профессиональный путь. Эта профессия нравится тем, что как раз много всего узнаешь сама. Хочешь преподнести как раз вот это все в красках, эмоционально, чтобы им было интересно. Самое главное в моей профессии, я считаю, желание. Если есть желание, если... Я просто вижу сама свою реакцию, то, что как у меня загораются глаза, когда я прихожу сюда. Когда я прихожу домой, я в первую очередь сажусь там за компьютер, чтобы что-то найти, или там за книги, за какие-то. И потом уже думаю о том, что нужно какие-то свои дела сделать. То есть пока мне интересно, пока... Ну, меня вдохновляет просто, могу сказать, что школа меня вдохновляет. Я верю в то, что у меня все получится. В 2010 году было принято постановление правительства Самарской области о мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям, благодаря которому ежегодно 100 молодых педагогов получают существенную поддержку. Так студенты последних курсов, обучающиеся по педагогическим специальностям, в течение учебного года получают дополнительную ежемесячную стипендию в размере 500 рублей. По окончании учебного заведения им выплачивается единовременное пособие на обустройство в размере 160 тысяч рублей. Когда нас привели в первый класс, посадили за парту, и ручки нужно вот так сложить, и ножки вместе, и были мы в форме, в фарточках. Учителя у нас были те старые, советские, и отношение у них было очень такое к детям заботливое, ответственное. Свою самую первую я запомнила. Ее была Маргарита Николаевна. Ну, женщина такая, конечно, добрая была, как мама у нас была она. Людмилу Семеновну Путятину, учителя начальных классов, ее ученики тоже называли мамой. Я хотела отметить, что вот раньше, когда вот целый день с детьми находишься, и когда они вот так бегают, бегают и забывают, и мам, говорят, мам. А сейчас, в данное время, они уже не мам, говорят, а бабушка. Мам, ой, Людмила Семеновна. За 34 года работы в школе Людмила Семеновна слышала подобные слова от очень многих мальчиков и девочек. Ведь в ее жизни было уже 10 выпусков учащихся начальных классов в классы старшие. И наверняка все они помнят свою первую учительницу, как помнит и она их. Мои выпускники уже ведут своих детей в школу. Мы очень рады их, и они рады, и все хотят к нам. Людмила Семеновна готовится к своему 35-му по счету 1 сентября. И не представляет себе, что могла бы быть кем-то другим в профессии. Только учитель и только начальных классов. Мне больше нравятся начальные классы, чем старшие. Здесь дети какие-то искренние, маленькие, они смотрят в глаза. Их прямо так и хочется обнять. Мне очень нравится с ними работать. И они все всегда ко мне бегут, когда даже выпускаешь их в 5-м классе, в 6-м. Мы хотим к вам, мы хотим сюда, нам здесь нравится. Свою любовь к профессии Людмила Семеновна передала своей дочери Юлии Александровне, которая стала как мама учителем начальных классов. Когда-то Людмила Семеновна помогала своей дочери вырасти настоящим педагогом, а сейчас сама порой спрашивает совета у Юлии Александровны. И здесь уже можно говорить об учительской династии. Тем более, что в этой школе учится и внучка Людмила Семеновна. Возможно, глядя на маму и бабушку, она тоже выберет эту профессию. И от них узнает главный секрет успешной работы учителя начальных классов. Любить детей надо. И справедливым, я считаю, нужно быть. И добрыми надо быть с детьми. В общеобразовательных учреждениях Самарской области работают более 22 тысяч педагогических работников. Средний возраст учителей в губернии – 40 лет. Количество свободных вакансий составляет сегодня более 2% от общего количества работающих педагогов. Наибольшая потребность в кадрах ощущается в городе. Больше всего вакансий открыто для учителей начальных классов. Связано это с тем, что число первоклассников с каждым годом увеличивается. В этом году в школу пойдет около 32 тысяч первоклассников. Также на рынке педагогического труда высока потребность в учителях английского языка, математики, русского языка. И вот он настал. Первый сентябрьский денек, как поется в одной из песен, посвященных школе. Первый день знаний в 2012 году. И сколько бы лет ни прошло, как бы ни менялось время, а этот день неповторим и в то же время похож своим праздничным волнением, торжественностью на все первые сентября. И самым памятным в этом году он станет для первоклассников и их учителей, которые в первый раз войдут в первый класс. Как, например, уже знакомая нам Екатерина Игоревна Гордеева. Очень рада встретить с вами. Очень приятно с вами со всеми познакомиться. Ребята, вы сегодня станете первоклассниками. Ученики вы сегодня. У вас новая роль, новая обязанность. Это ваша, можно сказать, ваша работа новая. Я уверена, что вы с ней справитесь, а я ваша учительница. Меня зовут Екатерина Игоревна. А какое у тебя сегодня настроение, расскажи. Хорошая. Отличная. Тебе очень хочется учиться? Да. А почему? Потому что я хочу много научиться, читать, рисовать там. А кем мечтаешь быть? Не знаю. А ты готова к школе? Да. А как ты готовилась, расскажи. Готовила учебники. Купила рюкзак. С блестками. Мы хотим скорее учиться, подружиться с букварем. От страницы до страницы скоро мы его прочтем. А хочешь учиться? А чему ты будешь учиться? К чему? Какое сегодня настроение? Настроение замечательное. Очень рада познакомиться с детьми. Сегодня я увидела их впервые. Я рада, что они пришли с таким хорошим настроением. Все готовы учиться. Все хотят узнать что-то новое. Очень приятно, очень радостно. В классе Людмилы Семеновны Путятиной сегодня тоже знакомство. Знакомство с теми, кто через 4 года станет ее 11 выпуском. Огурец. День урани. Так. Лиса. Оранжевая. Так. Вишенка. Бордовая. Давай. Бордовая. Руки кидай. Ну, красная, наверное, да? Свекла. Черная. Черная. Какая свекла черная. А она белая. А она белая. Так, не знай-ка. Яблоко. Никакого. Никакого. Яблоко никакого цвета. Так, не знай-ка. Свекла бордовая. А яблоко? Красное. А вы хотите учиться? Да. Наш открытый урок сегодня заканчивается. А во всех школах уроки только начинаются. Удачи всем в этой большой стране знаний. Нашим педагогам мне хотелось бы пожелать умных деток, усидчивых, спокойных. Образованные, спору нет. Но очень хотелось бы, чтобы эти учителя, именно начальных классов, были второй мамой для тех детей, которые к ним придут. И чтобы эти детки запомнили их на всю жизнь. Им хотелось учиться дальше. Познавать мир дальше, новые науки, новые достижения, чтобы у них именно с первого учителя закладывается все это отношение к людям, и к жизни, и к зданиям. Здоровья. Ну и успехов во всем, чтобы ребятишки их слушались и помнили. Редактор субтитров А.Семкин